Добрый день! Мы продолжаем разговор в рамках лекции «Испания в эпоху Древнего Рима» и второй эпизод лекции посвящен непосредственно установлению римского владычества в Испании. Это охватывается периодом примерно с третьего века до нашей эры, по первый век нашей эры или по первый век до прихода власти Октавиана Август, скажем так. Впервые римляне обращают внимание на Испанию в ходе Второй Пунической войны. Как вы видите сейчас на карте и из информации, приведенной на слайде, римляне сталкиваются в ходе Пунической войны, я напомню, да, Рим сталкивается с самой могущественной державой Средиземного Рима, на тот момент с Карфагеном. И как раз в последний третий века до нашей эры, в 20-х годах, Рим входит в прямое соприкосновение с Карфагеном на территории Испании. Карфагене, собственно, обустраиваются в Испании всерьез и надолго. На это указывается строительство в 227 году нового Карфагена. Это современная Картохена, разумеется. Картохена нова. И дальше Карфагене успешно продвигаются севернее. Вот здесь их зона интересов начинает пересекаться с Римом, что и приводит к подписанию в 219 году договора Римской Республики и Карфагена о границах в Испании. Граница признана река Ибер, современная Эбро. Однако уже вскоре после этого Карфагене переходит Эбро и осаждают Сагунт. Сагунт, который связан с договором союза с Римом. Это становится предлогом для начала Второй Пунической войны. И в результате, давайте я пропущу все перипетии Второй Пунической, о которой можно читать отдельный цикл лекций. В результате Второй Пунической войны Сципион, более известный как Сципион Африканский, Сначала берет новый Карфаген в 209, а в 206, тремя годами спустя, завоевывает последнюю Карфагенскую колонию в Испании, то есть Гадес. Тот самый финикийский Гадир, о котором мы говорили в прошлом эпизоде лекции. Современный испанский, разумеется, Кадис. На этом Карфаген теряет Испанию, теряет ее раз и навсегда. И больше пуны на территории Испании претензий переявлять уже не будут, не смогут. В Испании создается две римских провинции, ближняя и дальняя Испании. Столица их, соответственно, в городах Таррако и Испалис. Это современная Таррагона и Севилья. И первоначально, вы видите, руководство провинциями получают люди в ранге проконсулов. То есть сенаторы, уже бывшие консулами, в качестве назначения могут получить наместничество этих провинций. Провинции вытянуты по зоне, занятой когда-то иберийскими племенами. То есть это восток и юго-восток полуострова. Соответственно, центр полуострова, северные его регионы и уж тем более западные остаются пока не подконтрольны Древнему Риму. Из существенных факторов давайте отметим еще, что в 205 году, взяв, собственно говоря, Гадес, Гадес с Цепиона основывает город Италику. Италика, она неподалеку от Севилья, от Геспалиса. Италика – это классический римский город. Нам он интересен, помимо всего прочего, тем, что это родина императоров Трояна и Адриана. Дальше, как вы видите из карты, приведенной на слайде, римляне разворачивают планомерную, спокойную и неостановимую, прямо скажем, экспансию в Испании. А если изначально им принадлежала относительно узкая полоса от Ампуриас на севере до Кадеса и Уэльвы, он оба, на карте, на юге, на юго-востоке, на юго-западе, то уже во II-I веках до н.э. римляне распространяют свое влияние на Месету. Собственно, римляне присоединяют в себе места обитания сегобриков. Вот, как вы видите, да, захватывают и основывают город Толедо. И дальше, продвигаясь к северу, одновременно к северо-западу, собственно, к началу I века до н.э. оказывается захваченным больше половины полуострова. И названия городов, которые вы видите сейчас на карте, примерно поровну будут делиться на города, названные по местным племенам. Ну, не знаю, например, Калагудис, да, Калагудис, Граккурис, Бильбелис, да, Илерда. И города, названные по имени, построенные, собственно, самими римлянами, да, и названные, как правило, по имени завоевателей. Это Метеллинум, это Норба Цезарина, это, соответственно, Бракара Аугуста, это знаменитая Эмерита Аугуста, то есть нынешняя Эмерида, а Бракара Аугуста – это нынешняя Брага португальская, да, Лукус Аугусти Луго в Галисии и так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь вы видите, что Рим практически спокойно, на самом деле, очень планомерно и поступательно превращал Испанию в свою провинцию. Параллельно римляне оккупировали Балиарские острова, разумеется, Квинт Сицилия Метелл, да, в 20-х годах, 120-х годах до нашей эры. Вот. И дальше, к 19-му году до нашей эры, Агриппа, собственно говоря, заканчивает покорять Астурию, Кантабрию и Галилецию, то есть Галисию современную. Кантабрийские войны оказываются последним аккордом в покорении Испании. Одновременно с этим некоторые города, пока еще довольно бессистемно и совершенно, как бы сказать, непрогнозируемо, да, некоторые города, достаточно долго находящиеся под властью Римлян, начинают получать права римского гражданства. Вот одним из первых становится Гадес, да, Кадес. Соответственно, получение римского гражданства, немножко забегая вперед, скажу, влекло за собой целый ряд последствий, в частности, с точки зрения формально-правовой, это влекло за собой создание так называемого муниципального закона, которым регламентировалась внутренняя жизнь города, которым регламентировались права граждан города, в том числе права граждан города в их взаимодействии с коренными римлянами и с другими обитателями полуострова, не имеющими до сих пор, например, римского гражданства. Вот, то есть, еще раз, да, к концу первого века до нашей эры, к третьей четверти, до школ первого века до нашей эры, Испания, как географический объект, полностью попадает под контроль римской империи. На тот момент уже империи. В 27-м году, и это важно, проводится большая реформа испанских провинций, как вы видите. Собственно, оно и объяснимо, поскольку прежние границы провинций сильно устарели. Но давайте посмотрим, что получается сейчас, а потом ненадолго вернемся к этому слайду обратно. Самая большая провинция этого бывшая Испания Цетериор, то есть, ближняя Испания, да, она, видите, разрастается от Таррагоны на востоке и Карфагена, стало быть, нового Карфагена на юго-востоке, Картохены современной, до Браги и Луго на северо-западе. Вот, это самая большая испанская провинция. Испания, столица ее остается город Таррако, то есть, Таррагона. Вот Цезара Аугуста, которая, как вы видите, западнее, несколько западнее Таррагона, это Саррагоса, нынешняя столица Аррагона. Вот, соответственно, Испания, Ультериор, западная Испания, дальняя Испания, точнее сказать, делится на две провинции, на Бетику со столицей в Кордове и Лузитанию со столицей в городе Аугусто Эмерито, это современная Мерида в Испании. Собственно, вот так вот начинают выглядеть испанские провинции уже при Октавиане Августе. При этом, смотрите, да, наместником провинции становится человек в ранге претера, потом его сменяют прокураторы, потому что Испания Цетериор, Испания Дарраконенсис очень быстро меняет статус сенатской провинции на императорскую, и доходы с нее начинают идти в императорский ФИСК, соответственно, легионы, стоящие там, начинают подчиняться напрямую императору. Срок полномочий такого наместника год, но на практике, конечно, больше, как правило, больше, чем год. Вот провинции, в свою очередь, делились на судебные округа, и здесь надо пояснять, почему. Дело в том, что, собственно говоря, главным наполнением в античности, в среднее века, главным наполнением властных прерогатив является право вершить суд. А ответ почему здесь очень простой, он не имеет ничего общего с какими-то романтическими, такими, знаете, квазиромантическими идеями относительно того, что власть над людьми, значит, как-то трепетно, все проще и меркантильнее, на самом деле. Право вершить суд, это право собирать в свою пользу судебные издержки со всех тяжб, которые выделены под вот это судопроизводство. Вот это довольно серьезный и постоянный главный источник дохода. Соответственно, и квестер, и легаты, как вы видите, в аппарате претера, они обладали судебной властью, им надо было давать источник прокорма. И вот, собственно говоря, такими источниками становились вот эти вот судебные округа, да, конвентус юридикус по латыни. Если обратить внимание подробно, да, на карту, вы ее можете вернуть и открыть перед глазами еще раз, потом вы увидите, что больше всего судебных кругов 7 было предсказуемо в Тарагонской провинции, да, в Тарагонской, точнее, 4 в Бетике, 3 в Лузитании, их столица, центра, точнее, судебных кругов, да, сейчас перед вами на слайде. Давайте подведем итоги этому короткому разговору. Значит, к началу первого века нашей эры Испания полностью подчинена Риму. Что это значит? Ну, что это значит? Прежде всего, вообще-то перед вами. Посмотрите внимательно на слайды. Это карта римских дорог Испании к концу первого века нашей эры. Вот. При этом лиловая веточка, идущая от легионного лагеря, да, легио 7, это нынешний город Леон, выросший из стоянки 7-го легиона легио Септима Гемина. Так вот, лиловая веточка дороги, идущая от легио до, на юг до Хиспалиса, это знаменитая серебряная дорога. Дорога, которую перевозили серебро, да. Вот. Ну, и так далее, и так далее. Здесь несколько важных дорог отмечено, помимо общей сети. Но мы уже видим, что римляне, во-первых, активнейшим образом строили и развивали города. Сравнив эту карту с предыдущей, вы увидите, что за прошедший век, от начала первого века до конца, количество городов выросло многократно. Соответственно, развитие городов и развитие знаменитых римских дорог. Однако, была и другая страна. То есть, с одной стороны, развитие городов, развитие дорог, больше того, как мы увидим следующего эпизода, активное пожалование испанским городам права римского гражданства, привело к форсированной романизации Испании. И Испания на момент так называемого падения Западной Римской империи, то есть, на конец пятого века остается самой романизованной провинцией империи, ну, кроме, собственно, Италии, конечно. И этим же объясняется огромное количество выходцев из Испании в самых разных сферах римской жизни, о чем мы еще поговорим чуть позже. Но строительство городов, строительство дорог имело и другую сторону. Собственно, зачем их строили? Ильдарь не были меценатами и строили города и дороги не ради любви к местному населению. Они строили города как перевалочные пункты, дороги как пути сообщения, чтобы удобнее было выкачивать из земли Испании полезные ископаемые, металлы, в том числе драгоценные металлы, золото, серебро. Собственно говоря, отметим, что после что в средние века, давайте так, что в период средних веков в Испании своего золота уже не осталось. Все, что было, забрали римляне. Так что римское владычество имело как обычно две страны. На этом мы пока останавливаемся и продолжим в рамках следующего эпизода. Спасибо.